Всем добрый день! Меня зовут Юлия, я генеральный директор ресторана Майды. Всем слышно до меня? Отлично. Я вам презентацию. Почему я решила внедрить себе в ресторан UDS Game? Когда я познакомилась с ней месяца два назад, даже чуть меньше, когда мне рассказали о всех инструментах этой программы, я сказала, господи, неужели, неужели я нашла такую программу для своего ресторана? Вот. Начнем мы со статистики. Введение гостевой базы. Здесь я могу вам показать, вы видите, сколько у меня мужчин приходит, сколько женщин, какой средний возраст. Это я могу оцифровать все, посмотреть за день, за неделю, за месяц, как мне удобно. Дальше. Операции, скидки и средний чек. Вы также видите. Я также могу посмотреть, сколько у меня был в день средний чек в моем ресторане, неделю, также в месяц, как угодно. Сколько оплачено, сколько была скидка, списание и баллы. У меня там суммы такие, потому что я еще не ушла до конца от скидок. Дальше я вам расскажу об этом. Рейтинг. Я могу смотреть, сколько у меня гостей совершили покупок, сколько было оплачено баллами, сколько было оплачено деньгами. Вот. Айгюль у меня совершила 24 покупки на 15 тысяч. Молодец какая. Также я могу смотреть клиентов по уровням. На каком они уровне, какие эффективные рекомендации. С такими гостями я играю. Я прихожу каждое утро в свой ресторан, открываю свою консоль и начисляю своим гостям баллы. Доброго утра им желаю, прекрасного настроения. Я играю с теми гостями, которые эффективны, которые приходят ко мне в ресторан, которые меня рекомендуют эффективно, и они рады и счастливы. Они понимают, я их вовлекаю в игру и начинаю играться с ними. Всегда по-разному. Я могу начислить 100 баллов, могу начислить 300 баллов. Да, я смотрю на счета гостей, естественно, сколько раз они ко мне приходили. Эти гости для меня ценные, и они тоже чувствуют ценность от меня к себе. Статистика. У меня скачала меньше, чем за два месяца 471 гость. Совершали покупки 328, не установила один только. Ну, я работала с персоналом очень много по поводу ЕДС. Внедряла его почти два месяца, приучала свой персонал. Моя самая любимая — это еда. Меню, прайс. Он обязательно должен присутствовать, потому что все любят кушать глазами, все любят читать. У меня разделено все по категориям. Горячие блюда, холодные блюда, супы. Там должно быть всегда вкусное описание. Например, у меня есть салат «Цыпленок бонг-бонг». А там подушка из свежих огурцов соломкой нарезана, сверху слайса нежного куриного селе, и все это заправляется орехово-кунжутным маслом. Это гастрономический оргазм. Правда. И когда вы так рассказываете, или гость читает такое описание, естественно, ему захочется это скушать и попробовать. Переходим к разделу «Акции». Это, я считаю, вообще самая эффективная бонусная программа лояльности в плане акций, новостей, бонусов и всему. Я запускаю акцию раз в неделю, например. Радую своих гостей. В акции может участвовать все, что угодно. Не ходовые блюда, например, или еще что-то. Я могу играться с гостями, когда они находятся в ресторане у меня. Я могу запустить акцию, смотря на гостей, и прям сразу же прилетает пушка, и они, например, сидит компания, пьет пиво и там кушает крекеры у меня, продаются. И они уже вроде бы собираются уходить, и я им раз, закажи крекеры и получи там бокал пива в подарок, к примеру. Так, у меня действует скидка в обеденное время с 12 до 16. У меня проблемная локация у ресторана, школьная, дом 14, черная речка. Да, но в скором времени я от нее уйду в следующем месяце. От всех остальных скидок я отказалась, ушла с помощью ЕДС. Я счастлива от этого, потому что я сэкономила кучу денег. Мне даже теперь маркетолог не нужен. Я всю статистику могу смотреть сама и отслеживать. Вот, бонусная программа. Я ставлю понижать сумму счета в обеденное время с 12 до 16 у меня. После 16 у меня начисляется кэшбэк. Для всех клиентов 10, для VIP 20 и по уровням 5, 3, 2. Это все делается вручную, да. Автоматически это... Я не обламываюсь. Для меня очень важно, откуда приходят мои гости. Это очень важно. Раньше я там делала наклейки, кода какие-то, отслеживала это все, вайку вносила, кучу времени тратила. А сейчас я просто создаю QR-код у меня, а также создан QR-код. Что это такое? На сегодняшнее мероприятие... Прошу прощения. Вот, вы также видите. Вот Инстаграм, к примеру. Я выложила в Инстаграм объявление, что хе-хе-хе, ребята, вы присоединились к UDS-гейму, скачайте, получите VIP-статус, там, приветственных 500 баллов. У меня скачала 21 гость. Из них пришло двое гостей и совершили покупки почти на 9 тысяч рублей. Мое любимое – это поздравление с днем рождения. За три дня я поздравляю своих гостей с днем рождения, я дарю тысячу баллов. Также я могу, у меня была недавняя история, у меня сидели две девочки в ресторане, у них был день рождения. Они об этом сказали, типа, что у вас там есть, какие-то десерты, бонусы. Я сказала, секундочку, я сейчас вам начислю по тысяче баллов, это будет мой бонус от вас. И они у меня посидели. Они у меня посидели на 7 тысяч и заплатили тысячу баллами. Все остались довольны, я так точно. КПА – это у меня здесь еще пусто, потому что я с следующего месяца начинаю его вводить для своих сотрудников. Сотрудников нужно мотивировать очень сильно, на самом деле. Прям круто, чтобы они были заинтересованы в этом, чтобы они приглашали гостей в UDS. Также я им хочу поставить процент от товара оборота именно в UDS. И у них будет такая гонка между друг с другом. Кто больше, да, кто больше продаст, они будут повышать несредний чек, делать до продажи, продавать высокомаржинальные блюда. То есть все будут делать круто. А сколько у вас можно рассчитать на баллов? Полностью. И это самое мое любимое. Это обратная связь от гостей. Я могу находиться дома, быть где угодно. Мне всегда приходят уведомления по поводу обратной связи. Реагирую я на нее моментально. Потому что если вы пропустите обратную связь и отреагируете на нее через день, она уже будет неактуальна, и гостю это будет уже неинтересно. Здесь есть пример. У меня был гость на обеде, его удручает. То, что чайник чая слишком большой для него. Что я сделала? Я купила отдельно пакетики чая для него хорошего. И когда он приходит на обед, я ему комплиментом даю чашечку чая. После этого он начал ко мне приходить по вечерам со своей семьей ужинать. Также у меня устроен опрос по поводу готовы ли они порекомендовать моим друзьям. Вы видите, что да, они готовы. Я тоже это вижу. Если бы там возможно, не порекомендую, тогда бы я уже, конечно, подумала, ага, что это такое? Нет, это без пуш-уведомлений. Это просто опрос. Можно любой устраивать, какой вы хотите. Он находится в оценках. И по поводу менеджмента. UDS game. Это выше всяких поквал. Вот правда. Я работаю с Айко. Айко не может сделать интеграцию с UDS. Моя динара сделала это за секунду просто. Ей позвонил мой официант, она нажала какую-то кнопочку, которая находится в Айко. То есть она и в UDS, а в Айко специалисты не знают, как это сделать. Это просто правда выше всяких похвал. Я первый раз встречаюсь с таким менеджментом. Это правда очень круто. Скачивайте QR-код. Кто скачает QR-код, получит VIP-статус и 300 приветственных баллов. И придется скушать у меня бон-бонг. Все, спасибо вам за ваше внимание. Спасибо, Юлия. АПЛОДИСМЕНТЫ